Здравствуйте, коллеги! Мы начинаем нашу предматчевую пресс-конференцию перед встречей России и Латвии, отборочный раунд чемпионата Европы 2021 года. Представляю сегодняшних спикеров, старший тренер сборной России Михаил Михайлович Галактионов и игрок нашей команды Никита Калугин. Задавайте ваши вопросы, представляйтесь перед этим, ваши фамилия, имя, отчество, его безотчество, может просто фамилия и издание, которое вы представляете, и поднимайте руки. Вопросы? Пожалуйста. Давайте начнем с Александром Боровков. Сборная собралась в полном составе только в понедельник, потому что в воскресенье еще были матчи РПЛ. Насколько за этот короткий срок удалось всех подвести в общем, в оптимальном состоянии? Потому что понятно, что на кого-то больше игровая нагрузка выпадает, на большинство парней выпадает серьезная нагрузка в клубах, на кого-то меньше. Насколько удалось всех вот так уравнять, в оптимальном состоянии подвести? Ну мы собрались в воскресенье, та группа игроков, которая в субботу отыграла, она уже начала восстановление в этот день. Те футболисты, которые в воскресенье проводили туры, уже сразу после игры прибыли в расположение сборной и в понедельник начали свое восстановление. В принципе на сегодня провели полноценное занятие, ежедневно мониторим функциональное состояние ребят, поэтому оно оптимальное. На сегодняшний день все мероприятия, которые мы запланировали, они выполнены. Но что мы наработали, пока же завтрашняя игра, естественно, все футболисты понимают степень значимости и важности предстоящей игры завтрашней. Все ли в добром здравии игроков в сборную, они тут серьезно? Ну какие-то маленькие болячки, наверное, у каждого есть, но это не критично, это не мешает подготовке и участию в датрашней игре. Ну давайте, по Ивану Игнатью, вы правильно понимаете, что это вот третий как раз матч, который он пропустит, Сербия уже сможет играть? Да, все дело. По сопернику тогда, немного известно в широком кругу общественности о том, что такое молодежная сборная в Латвии, вам наверняка больше остальных, в какой футбол они играют, чем опасные. Ну это очень организованная, дисциплинированная команда, которая играет достаточно, так скажем, дерзко, да, и с сербами сыграли в ничью, отобрали очки на выезде. Поэтому мы с уважением к ним относимся, с одной стороны играем, с другой стороны разобрали и понимаем, как надо против них играть и что нам надо предлагать. Футболисты я тоже понимают, обгляд, наработки мы сделали, поэтому, но еще раз повторюсь, что степень значимости и важности в завтрашнем игре, все прекрасно понимают, что надо выигрывать и опережать наших конкурентов. Здравствуйте, Радежда Чиканова, МТРС1, мы подхватываем вопрос с коллеги, хочется спросить о глобациональном фоне, непосредственно самой команде у игроков. Правильно, работаем. Какой вопрос сейчас, какой настрой? Ну команда у нас в принципе хорошо готова, эмоциональное настроение тоже, мы, я думаю, что хорошо реально подготовились и завтра обязательно покажем, на что способны. Как отреагируете в любом исходе игры? Нам нужна только победа, мы приехали сюда побеждать, вот, у нас две игры и завтра нам обязательно нужна победа. Спасибо. Еще вопрос, Кайдин. Есть еще вопрос? Парас. Ренат Дочеринов, в сборной Латвии есть несколько футболистов, которые играют в европейских чемпионатах, может быть кого-то из них? Ну да, действительно, есть футболисты, которые играют в европейских молодежных составах, не в основных составах своих клубов, да, но опять мы, то, что мы анализировали, то, что мы доводили до ребят, до команды, сборная Латвия сильна общекомандными действиями, они очень организованы, они очень дисциплинированно действуют, как в атаке, так и в обороне. Поэтому нам будет непросто, но и мы нацелим на это ребят, да, есть индивидуальные неплохие футболисты, на которых стоит обратить внимание, да, и опять же, сегодня на определенные моменты мы на теории подскажем, сегодня будет теоретическое занятие последнее уже, да, перед игрой. Но сборная Латвия это та команда, которая сильна как команда.